Привет, друзья! С вами Юрий Спасок-Укотский. И обычно я рассказываю вам о том, как люди получают невероятные результаты, как я и мои ученики прогрессируют. Но сегодня у нас грустная и печальная история о случае, когда люди, наоборот, теряют месяцы, годы, десятилетия, не прогрессируют. Сегодня мы поговорим о человеке, который более чем за 5 лет регулярных тренировок не получил достойного прогресса, который он, безусловно, мог бы получить и заслуживает получить данный прогресс. Этот человек, это Петр, канал Домашний Натуральный Бодибилдинг. Вы все можете посмотреть и убедиться, что его вес колеблется на протяжении уже более чем 5 лет от 60 до 63 килограмм, плюс-минус. И, конечно же, при правильных тренировках, при правильной системе питания ему удалось бы по меньшей мере набрать за эти годы до 75, а то и до 80 килограмм. Почему я так в этом уверен? Почему я симпатизирую ДНБ, которого многие дразнят, называют его ДЦП? У меня есть несколько причин. Во-первых, я сам поначалу не прогрессировал. Точно так же, как Петр, даже больше, на протяжении 7 лет, я не имел роста мышечной массы, питаясь так же, как и он, тренируясь так же, как и он, неправильно. Вторая причина бывает жаль человека, который является обманутым. Безусловно, Петр ДНБ оказался обманутым обещаниями, дезинформацией, которую он получал от своего кумира, своего наставника. Это Алексей Шредер. Ну, в общем, Шредер много где преувеличил. Ну, в частности, он говорил, что я там тренер, я там тренирую людей там, сколько там, 8 лет, и сколько там еще, у меня огромный опыт, я ориентируюсь не только на свой опыт, а еще и на опыт своих учеников, что, в общем, как там, основной постулат у него, что качаться все должны одинаково, ну, примерно одинаковая программа. Он и сейчас, у него одна программа на всех, правильно? Он сейчас продает свою программу, у него одна на всех. Ну, и я думал, что у него действительно есть ученики, на опыт которых он ориентируется. Ничего подобного. У него основная ориентация – это его собственный опыт. Как другие люди там накачались со временем, он не знает, и таких людей он не наблюдал. И, как и любой, по сути дела, тренер, он качает в основном новичков. А у новичков новичковый прогресс. Они могут качаться как угодно, и у них все растет. Чтобы, допустим, он своих этих самых учеников наблюдал на протяжении 4 лет, такого нет. Посему, собственно, и конфликт. Сейчас я уже понял, что в программе Шредера косяки, все в отказ. Так вот, на третий год вот такую тренировку вывозить, я думаю, средний человек не будет. В частности, я не вывозил. То есть, это уже перебор. То есть, нагрузка, она уже такая большая, что тренировка... Ну, просто после жима лежа чувствуешь себя как дохлая. А после сана вообще хочется умирать. Вот такая вот фигня. Ну, вот принцип у него такой. Вот с этим принципом я кардинально не согласен. Я считаю, что большинство людей, которые будут так качаться, перетренируются. Алексей Шредер считает, что набирать массу можно и нужно на дефиците калорий. И уж во всяком случае, даже если это там не дефицит калорий, то нельзя заплывать жиром, нельзя набирать вес вместе с жиром, нельзя питаться калорийно. Так говорит Алексей Шредер. Но при этом, сам он является ярко выраженным эндомезоморфом. То есть, есть фотографии, где Алексей такой полный. Я бы сказал, жирненький, полненький. Видно, что у него есть мышечная масса и есть жир. То есть, он совсем не такой человек, как ДНБ. ДНБ ярко выраженный эктоморф. У него тонкие косточки, маленький скелетик. И эктоморф, может быть, эктомезоморф, эктоэндоморф. То есть, вот я эктоэндоморф. У меня скелет маленький, узкие плечи, длинные конечности, я гудой, кости тонкие. Но жир растет. Эктоэндоморф. То есть, очень неудачный тип. Не знаю, насколько чистый эктоморф ДНБ, растет ли у него жир. Но в любом случае, экто там достаточно. И у меня вот недавно был хороший пример. Джонни Терминатор всего за год набрал 20 килограмм общей массы приблизительно. Потом приблизительно половину он сбросил, получил кубики пресса. То есть, всего за один год. У нас есть конкретный пример ученика, который прибавляет в итоге, уже после сушки, после избавления от жировых отложений. У него есть прибыль, есть приход. 10 килограмм сухой мышечной массы. И по меньшей мере, несколько сантиметров. То есть, более 5 сантиметров в сухой прибавке руки. Посмотрите, если вам интересен отзыв о результатах тренировок Джонни Терминатора. Но не в этом суть. Суть в том, что, конечно же, Петя ДНБ более чем за 5 лет не прибавил свою руку на 5-10 сантиметров. Не прибавил сухую мышечную массу на 5-10 килограмм. Я неоднократно объяснял ДНБ, что Алексей Джонни Терминатор поступает неправильно. Он предлагает всем такую же программу тренировок, как у него. Он предлагает всем такое же питание, как у него. Он вообще не учитывает индивидуальный подход. И в результате люди теряют годы бесплодного труда, годы неудачных попыток. Всего лишь потому, что люди просто верят. Петя верит Алексею на все 100%. Он настолько верит, что это просто доходит до смешного. Когда мы пошли с Алексеем Шредером сдавать анализы на предмет его захимичности запрещенными препаратами. Насколько вы помните, эти анализы показали очень сильное завышение гормонов некоторых, которые должны быть в норме у натурального спортсмена. Алексей тогда лицемерно сказал, что хотя ему около 35 лет, он впервые сдает кровь из вены. Вы понимаете, что это слишком натурально. В 35 лет, отслужив в армии, ни разу не сдавать кровь из вены. Это уже слишком невероятное утверждение. Но ДНБ сказал на стриме с Головинским, почему Юра не учел, что Алексей Натурал, ведь он ни разу не сдавал кровь из вены. То есть любые слова, сказанные Алексеем, Петя воспринимает как истину. Я узнаю у него, какие анализы я должен сдать. Есть ли там какие-то анализы, которые мне явно выдадут? Нет. Их нет. Тогда я сдам эти анализы. А если что-то будет противоречивое, неоднозначное, я скажу, что я никогда кровь не сдавал, я в этом всем не разбираюсь, и хуй его знает. Я, так как я натурал, я был готов сдать анализы, и я их сдал. А вот то, что там что-то пошло не так, вы меня извините. Я всю жизнь натуражку. Вот то, что у вас там не совпало, не выбилось, это я не знаю. Сколько Шредеру было лет? Лет 30, когда он сдавал анализы? Да нет, это было 3 года назад, сейчас ему 38. 35? 35. Что, он до 35 лет никогда не сдавал кровь из вены? Серьезно? Да. И он до сих пор, вот уже более 5 лет результата нет. Я ему говорю, Петя, попробуй нормальную систему тренировок для эктоморфа на профиците калорий, на изобилие углеводов. Набери массу, пусть уже вместе с жиром, набери силовые показатели. Потом просушишься, и у тебя будет не 60, не 63 килограмма, ну пусть хотя бы уже 68, хотя бы 5 килограмм, хотя бы пятерочку сухого мясца прибавь. Пожалуйста, сделай это, как это сделал я, как это сделали сотни моих учеников и убедились, что это работает. В общем-то, набор мышечной массы вместе с жиром, это не Спасокуготский придумал. Это классика и натурального, и химического бодибилдинга. И на светлой, и на темной стороне тысячи миллионов людей набирали массу вместе с жиром, потому что они были эктоморфами. Напоминаю вам, что эндоморф может набирать мышечную массу почти на голоде. У него есть жировой запас. 10, 20, 30 килограмм жира лишних висит на тебе, может быть и 50, а может быть и 100. Каждый килограмм жира, чтобы сжечь, нужно потратить 7700 калорий. Не 9000, как это невежественно утверждает Алексей Швардер в своих статьях, а 7700. То есть вы видите, какие грубые ошибки в своих расчетах допускает Алексей. В 1300 калорий на килограмм с рапотерянного веса. Уже хотя бы это о чем-то говорит, что ему лень открыть учебник и посмотреть, что человек теряет при сжигании жира не 9000 калорий, а 7700. Эндоморф может даже силовые показатели повышать. У него может сухая мышечная масса расти, и параллельно сжигаться будет жир. Ведь даже если он будет есть 0 калорий в день, у него есть запас в виде десятков, сотен тысяч калорий в виде собственного жира. Поэтому ничего удивительного, если кто-то же ест в день 500, 1000, 1500 калорий, и говорит, что он набирает массу на дефиците калорий. Это и ввело Алексея Швардера в заблуждение. Он подумал, что раз он так может сжигать собственный жир и набирать мышечную массу, что он ее набирает на дефиците калорий. Нет, нет никакого дефицита. В этот момент ты набираешь за счет огромного количества калорий, получаемых из жира. Если же жира нет, как только жир закончится, все меняется. Но признать свое поражение, признать свое невежество очень тяжело. Поэтому, когда Алексей увидел, что жир на его теле заканчивается, и силовые показатели начинают падать, он не сделал извинения, он не сделал признания перед всеми, у кого он ввел в заблуждение, не сказал, вот теперь я начал есть больше. Он это сделал тихонько, он это сделал неофициально, он начал больше есть, и никаких объяснений не поступило. И он не позаботился о тех, кто годами не могут набрать из-за него массу. Алексей прекрасно знает про ДНБ. Он прекрасно знает, что он слушает его советы, что он не имеет прогресса, но ни разу не сказал, ты эктоморф, ты должен питаться иначе. Друзья мои, чтобы убедиться, что набор для эктоморфа может быть только на профиците калорий, нужно всего лишь два месяца. То есть Петя ДНБ мог бы получить или разработать сам, или получить у меня правильный рацион питания, где углеводов будет не менее 50%, где калорийность будет постепенно повышаться. Уже в течение двух месяцев Петя мог бы начать провисировать в рабочих весах. Опять-таки, причина травмы ДНБ не только в том, что он занимался с полной амплитудой, как это ему насоветовал его тренер Шредер, но и в том, что он занимался на дефиците калорий. Он мало ел. Естественно, когда человек получает меньше питательных веществ, его связки хуже питаются, его сухожилия меньше, снабжаются жирными кислотами. И хрупкость связок на таком режиме питания, в режиме истощения, можно сказать, когда ты тренируешься вопреки истощению. И берешь гантели по 35 кг в каждую руку, при том, что ты сам весишь 60. Это все равно, что я бы взял с моим весом 100 по 60 кг в каждую руку и пытался с полной амплитудой их жать, когда я готовлюсь с соревнованием на дефиците калорий. Несмотря на то, что я намного крепче ДНБ, я бы тоже, вероятно, все получил бы тяжелую травму. Поэтому я немножко снижаю веса, когда уже такой жесткий режим. Какую же мораль мы можем из этого вынести, что существуют люди, которые гадами не имеют результата? Цените свое время, уважайте себя. Никогда не занимайтесь только по одной системе. Если она хотя бы месяц не приносит вам результат, попробуйте другую систему. И так вы узнаете, кто вам говорит правду, кто вас обманывает. И не дадите себя вести в заблуждение. Вы не будете лохами, вы не будете дурачками, которых вводят в заблуждение. Вы начнете думать, вы начнете мыслить. Освободитесь уже от этого рабства. Вы же люди. Вы не толпа, вы личность, индивидуальность. Попробуйте просто один-два месяца, и вы убедитесь, что для эктоморфа только профицит калорий. Для эндоморфа можно создать видимый дефицит калорий. На самом деле, никого дефицита не будет. Будет огромное количество жира, который этот человек использует. И в свое время я 7 лет не прогрессировал, начав питаться правильно, на массу. Я очень сильно набрал. С жиром у меня была рука 46. Я об этом даже не мечтал. У меня было 36, 7 лет. И тут стало 46. Конечно же, после сушки рука на 2-3 см уменьшилась. Но зато уже появился пресс. Я выглядел гораздо более достойно, чем если бы пытался хоть 30 лет набирать сухую мышечную массу. Ведите дневник тренировок. Контролируйте свой результат. Не тратьте свое время впустую. Получить суперрезультат, построить тело своей мечты, напишите лично мне. Я сейчас начал писать роман на научно-фантастическую тему про Терминатор. Ну не просто про Терминатор, а про будущее. Как там люди сражаются с Терминаторами. Как человечество вынуждено модифицировать свое тело для того, чтобы иметь шанс в этой войне с машинами. Как суперлюди сражаются против машин. Какие третьи силы начинают вмешиваться из будущего, чтобы помочь людям в нашем будущем. То есть довольно так нагроможденная линия. Большое количество измерений, времен. И я оставлю ссылку на этот роман, который я пишу. Уже 8 глав, 9 глав уже опубликовано. Поддержите, подпишитесь, почитайте. Напишите в комментариях, хорошо ли я пишу или лучше писать на другую тему. Для меня это очень важно. Спасибо, друзья мои. До новых встреч. Пока.